МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. В беде не оставили. Полпредпрезидентов ПФО Михаил Бабич встретился с пострадавшими при взрыве. Не бросайте машины без присмотра. В городе проходит рейд по эвакуации машин, которые мешают уборке дорог. Город будет расти. В Чебоксарах утвердили план прогноз строительства жилья 2013. Сегодня в Чебоксары прилетел полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в плане работы федерального чиновника в совещании по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы и строительства жилья экономического класса. Кроме того, на встрече с руководителями средних профессиональных учебных заведений Приволжский полпред рассмотрит вопросы развития системы профобразования в регионах ПФО. Отметим, что по количеству учреждений системы профессионального образования округ занимают ведущие позиции. В 1067 учреждениях проходит обучение около 200 тысяч человек. Подробнее об этом смотрите в нашем завтрашнем выпуске. А сегодня днем Михаил Бабич встретился с жителями дома, разрушенного при взрыве в Туфси. Приволжский полпред поинтересовался, какую помощь получили пострадавшие. Подробности у Дмитрия Ковалева. Наедине со своей бедой людей не оставляют. На происшествия в Туфсях чувашские власти среагировали тотчас. Деньги пострадавшим начали перечислять через несколько дней после трагедии. Семьям, в которых погибли люди, выделили по миллиону рублей. Но без внимания не оставили и других жильцов. Елена Михайлова, кроме материальной помощи, получила из страховой компенсации за личное имущество. Ее квартира при взрыве дома пострадала больше всего. Окончательно решены и жилищные вопросы. Четыре семьи уже обосновались в новых благоустроенных квартирах. Ключи в ближайшее время планируют получить еще четыре семьи. Все остальные на время переехали к своим родственникам. Изначально обговаривали, что туфсинцам квартиры предложат и в Чебоксарах, но уезжать в столицу никто не захотел. Многие работают в районном центре. Добираться туда каждый день накладно. Сейчас в туфси возводят новый дом. В нем и поселятся все 80 семей. Сроки окончания работы уже обозначены. Мы взяли обязательство обеспечить доступным жильем всех семей, которые проживали в данном новоквартирном доме. Сегодня Михаил Викторович тоже встречался, общались. Мы взяли на себя в течение шести семи месяцев, но к первому октября сроку поставлено, все 18 семей будут расселены. Это в окончательном варианте. Они вернутся в родные места, где жили, где родились. Наша задача в течение этого срока построить. Средства в бюджете у нас обозначены. Все решения, которые нужно было принять, мы приняли. Под жестким контролем будем исполнять все те свои обязательства, которые ему даны. На встрече с полпредом жители просили не только за себя. Многие обеспокоены судьбой главы местного сельского поселения. Сейчас в отношении него ведется проверка. Михаил Бабич пообещал, что расследование будет компетентным и поставил его ход под свой личный контроль. Если вина будет установлена, соответственно, будет наказано. Хотя мы понимаем, что это действительно несчастный случай, но раньше времени, наверное, было бы. Дмитрий Тачилов, Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. Сегодня кабинет министров Чувашии и российская государственная страховая компания подписали соглашение о сотрудничестве. Документ скрепили своими подписями глава Чувашии Михаил Игнатьев и генеральный директор страховой компании Данил Хачатуров. Соглашение определяет направление сотрудничества правительства Чувашии и Росгостраха в вопросах страхования и обеспечения гарантии по восстановлению имущества физических и юридических лиц в случае чрезвычайной ситуации на территории Чувашии. Михаил Игнатьев отметил, что Росгострах занимается страхованием не только горожан, но и сельских жителей и всегда готов прийти на помощь. Данил Хачатуров сообщил, что чувашский филиал Росгостраха входит в пятерку лучших региональных представительств. В компании на территории республики работает более тысячи человек. С каждым годом автомобилей в нашем городе становится все больше и больше, а парковочных мест на всех явно не хватает. В ДПС каждый день поступают жалобы на неправильную парковку. Управление ЖКХ администрации города, представители компании Дорекс и Госавтоинспекции по безопасности дорожного движения провели совместный рейд, чтобы выявить подобные нарушения. Безответственные водители оставляют свои машины во дворах и на улицах. Они мешают обычным пешеходам и автолюбителям, затрудняют работу коммунальных служб. Зачастую снегоуборочные машины просто не могут убрать снег с крайних полос дороги и парковочных карманов. Чебоксарцы нарушают довольно-таки часто. Проблемные участки у нас остаются. Это колхозный рынок, авторынок, улица Байдукова, дом правительства, дом МОД. Во время рейда долго искать нарушителей не пришлось. С улицы Игнатьева были эвакуированы два автомобиля. У иномарки к тому же не было госномера. Да и машины стояли под знаком «парковка запрещена». Судя по всему, находились они здесь давно. Теперь незадачливые автовладельцы заплатят штраф – полторы тысячи рублей. Расходы на эвакуацию – почти четыре тысячи рублей. Плюс каждый час штраф стоянки обойдется нарушителю в 78 рублей. Уже год инспекторам помогает автоматическая система фиксации нарушений паркон. Теперь инспектор, сидя в машине, направляет камеру на припаркованные не по правилам автомобили и снимает регистрационный номер. Через 5-10 минут – это время уже считается стоянкой – проезжает снова. Если автомобили остались на месте, водителю придется заплатить штраф. Нарушение парковки на парконе можно за смену снять довольно-таки приличное число. Это колеблется от 50 до 150 на один прибор. Подобные рейды сотрудники ГИБДД считают удачными. Так удается выявить немало нарушений на улицах города. Георгий Казнин, Александр Петров, Республика. Через 220 дней у столицы Чувашии появится новый генеральный план. Прежний разрабатывался в начале 90-х и порядком устарел. Что ожидают от нового градостроительного закона, рассказал главный архитектор Чебоксар Александр Шевлягин. Подрядчика выбирали, разумеется, на конкурсной основе. Среди разработчиков были архитекторы из Санкт-Петербурга, Ростова, Чебоксар. Победил институт урбанистики Санкт-Петербург. То есть это один из старейших институтов, который занимался практически все генеральные планы наших поселений. Разрабатывал и как бы фирма очень достойная и материалов предоставил достойный. То есть по всем параметрам победил он. Оценка происходила по трем критериям. Первый критерий 50% это стоимость. Второй критерий 20% это качество предоставляемых услуг, скажем так. И 30% сроки. Прежний генплан безнадежно устарел. В нем, представьте себе, нет таких микрорайонов, как новый город Богданка. А именно они основные точки роста жилищного строительства столицы. Кроме того, в старом документе отсутствуют заволжские поселки, Чандрово, Новые Лапсары, давным-давно вошедшие в городскую черту. Самое главное, новый генплан будет и в электронном виде, что позволит ему быть универсальным. Городские власти надеются, что разработчики помогут столице решить многие наболевшие вопросы. Транспортная схема нас волнует. С теми вопросами, которые сейчас возникают по транспорту, они тоже должны отработать. У них очень много специалистов по транспорту. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. В генеральный план должны вписаться и новые объекты, которые будут построены в 2013 году. Глава столичной администрации Алексей Ладоков утвердил план прогноз строительства жилья на 2013 год. Общий ожидаемый объем новостроек немногим более 270 тысяч квадратных метров. Больше всего жилья свыше 50 тысяч квадратов запланировано в микрорайоне Богданка. По 20 с лишним тысяч в Волжском 3, Финской долине и Университетском 2. Расти будут и Благовещенский, и Ольгешево, и Новый город. Контролировать выполнение заявок застройщиками и сроки ввода жильям поручено заместителю главы администрации Чебоксар по вопросам архитектуры и градостроительства. На начальника Республиканского управления Федеральной миграционной службы завели новое дело. Экс-главу ФМС подозревают в получении взятки с вымогательством. Факты противоправной деятельности удалось выявить в результате совместных действий Следственного управления Следственного комитета по Чувашии и управления ФСБ. По версии следствия, в октябре прошлого года Дружинин потребовал от знакомого предпринимателя провести ему на приусадебный участок канализацию стоимостью свыше 11,5 тысяч рублей, угрожая в противном случае проведением проверок на предприятиях, руководителем которых являлся этот бизнесмен. Дружинину также было известно, что на этих предприятиях, на законных основаниях использовался труд иностранных граждан. И поскольку руководитель этих предприятий ранее неоднократно по инициативе Дружинина привлекался к административной ответственности, им им назначали штрафы, а также административное приостановление деятельности указанных предприятий, опасаясь реального выполнения угроз со стороны Дружинина, был вынужден выполнить эти требования и провести канализацию на приусадебный участок. Ранее в отношении Леонида Дружинина были возбуждены уголовные дела по статьям мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями. Дружинин укрывал от сотрудников миграционного контроля гражданина Таджикистана, незаконно использовал его труд при строительстве. Также Дружинин подготовил фиктивные документы об утилизации автомобилей, но распорядился транспортными средствами по своему усмотрению. Сейчас фигурант уголовного дела находится под домашним арестом. Кроме этого суд наложил арест на имущество чиновника. Расследование продолжается. Правоохранительные органы всей страны в неустанной борьбе с наркотиками. На днях в «АллатРе» полицейские задержали женщину, которая занималась распространением наркотических средств. Далее репортаж моих коллег из прислужбы МВД «Почувашия». В оперативную разработку местных полицейских, а затем уже сотрудников межрайонного отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Управлении уголовного розыска МВД «Почувашской республики» жительница «АллатРе» попала еще осенью прошлого года. Полицейские получили информацию, что 35-летняя горожанка занимается распространением наркотических средств. Нужно было проследить каналы поставки и установить лица, которые у нее приобретали, то есть родовых наркоманов. В середине января предприимчивая дама была задержана. В ходе обыска в ее доме было обнаружено вещество, похожее на героин, массой около 14 граммов. У вас на протяжке при сердечном месте? Я лечу. А вы сами часто употребляете? Да. А сколько лет еще? В 1998 году. После проведения исследования было установлено, что вещество является героином. Со слов подозреваемой, наркотики она приобрела в одном из соседних регионов для личного потребления. А где вы приобретаете? В самоскорбе. В час подависи? В час. Хотя подозреваемая и утверждала, что приобрела героин исключительно для себя, оперативникам удалось таки доказать ее вину по нескольким фактам сбыта наркотиков. Сейчас жительница АллатРа задержана. Решается вопрос о ее аресте. В отношении граждан Кену у нас возбуждено 6 уголовных дел по статье 228 части 2, части 1, 228 прим. 1, части 1, 4 факта. И максимальное наказание, что предусмотрено данными санкциями этих статей, это 8 лет лишения свободы. Известно, что подозреваемая ранее уже была осуждена за аналогичное преступление. Ведется следствие. Случаются в работе полицейских и курьезные случаи. На пульт вневедомственной охраны по городу Чебоксары поступило сообщение о срабатывании сигнализации в торговой точке по улице Ленинского комсомола. При внешнем осмотре следов взлома, проникновения внутрь помещения обнаружено не было. Вместе с прибывшими работниками магазина полицейские вошли в здание. В отделе продажи мягкой мебели на полу, возле батареи, на диванных подушках мирно спал мужчина. 40-летний Чебоксарец убеждал прибывших стражей порядка, что сам оказался заложником ситуации. Он пришел в магазин еще до его закрытия и не заметил, как уснул. Когда же проснулся, было уже темно. После безуспешных попыток найти выход, мужчина решил дождаться утра. Сейчас по данному факту проводится проверка. Корреспондент национального телевидения Татьяна Филатова стала лауреатом ежегодного конкурса ФСБ России на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов Федеральной службы безопасности в номинации «Изобразительное искусство». Конкурс проводится с 2005 года. Представители Чувашии участвовали в этом конкурсе в первый раз. Татьяна не первый раз участвует в подобных ведомственных конкурсах. Победа в творческом смотре «Служение Отечеству» придала уверенной журналистке, и она решила попробовать силы в конкурсе ФСБ. Картина довольно-таки символичная. Я здесь хотела именно какими-то мелочами показать действительность, которая на сегодняшний день происходит у нас в стране, в обществе. Отразить те события, которые происходят. По словам народного художника России Василия Нестеренко, именно символизм и множество деталей поразило жюри в работе нашей коллеги. Каждый день сотрудник ФСБ сталкивается с препятствиями, с каким-то выбором. Ему нужно бороться с теми силами, которые хотят вывести из баланса нашу страну. И на них лежит огромная ответственность. Каждый шаг должен быть просчитан. И в картине как раз изображена шахматная игра. Это та игра, в которой каждый шаг должен быть просчитан. Стать лучшей в конкурсе было непросто. В нем участвовали не только студенты, но и известные режиссеры, певцы, актеры. Такие как Карен Шахназаров и Иосиф Кобзон. Больше двух месяцев Татьяна обдумывала концепцию. Еще месяц рисовала. Несколько раз она хотела отказаться от затеи. Но решила во что бы то ни стало дойти до конца. К участию в этом конкурсе привлекаются лучшие творческие силы России. Ежегодно в конце года проводится чествование дипломантов и лауреатов этого конкурса. Нам чрезвычайно приятно отметить, что впервые в этом конкурсе приняла представительница Чувашской республики и сразу добилась успеха. Кстати, в 2013 году возможность поучаствовать в конкурсе есть у каждого, кто чувствует в себе силы. Условия размещены на официальном сайте ФСБ России в сети интернет. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. На сегодня у меня все новости. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин